Какие бы козни они не корчили, какие бы подлости они не готовили для России, все равно все закончится нашей победой. Сейчас многие говорят, что не надо проводить парад, что отвлекаются большие силы от специальной военной операции, что лучше это все бросить на фронт и так далее. Я хочу отметить, что в этом году парад был проведен именно с яркими образами и смыслами, а не с тем, чтобы прогнать как можно больше техники. Если мы возьмем отсылку к параду, то мы увидим, что сначала прошли курсанты, кадеты, прошли учащиеся, наши воины, молодые воины, которые еще в спецоперации не принимают участие. Но тем не менее, четко были показаны все группы войск, был рассказан славный путь каждого из военных училищ, вузов и подразделений, которые они представляли. Затем была Т-34, то есть танк победы, собственно говоря, свыше 30 тысяч было произведено. И, кстати, формула «все для фронта, все для победы» в значительной степени в привязке к этому танку была реализована, потому что эти танки для фронта в советские годы покупали даже там доярки, не говоря о том, что, например, Русская Православная Церковь или Армянская Апостольская Церковь выкупали целые подразделения, целые танковые батальоны, которые получали название имени Дмитрия Донского или там Давида Сосунского и так далее. То есть весь народ объединялся в борьбе за победу. И здесь очень важно, что этот парад, он показал чувство не просто, да, вот какого-то единства народа, да, не просто вот того, что мы помним о победе, а о том, что победа — это то, что абсолютно естественно и характерно для нашей истории, для русского ратного подвига. Мы каждый раз этой победы добиваемся, это факт, именно поэтому так нас враги ненавидят. Они знают, что всё равно, какие бы козни они ни корчили, какие бы подлости они ни готовили для России, всё равно всё закончится нашей победой. И как бы наша страна ни называлась, там, Российская Империя, Советский Союз или Российская Федерация, всё равно в сознании врага — это Россия. И именно поэтому всех, неважно кого, там, казахов, узбеков, таджиков, там, тем более русских белорусов или украинцев всегда называют русскими — Russians. То есть иначе не меняется. Вы поедете в любую западную страну, увидите, что мы всегда для них Russians. Так было, кстати, и в советские годы. Я помню своё детство, когда мы бывали за рубежом, то вот нас называли именно Russians. То есть не было слова там Совет или как-то ещё. Нет, именно русские. И вот здесь, мне кажется, глубоко символично и очень важно, что на День Победы приехали главы государств, бывших союзных республик, которые, собственно говоря, иковали вместе победу. Потому что тогда весь наш единый народ назывался советским народом. Мы прекрасно знаем, что, например, те же панфиловцы, да, вот, собственно говоря, герои, отстоявшие Москву, под Москвой, да, на одном из направлений, они формировались в Казахстане. Можно ли как-то их отделить? Кто были русские там, кто казахи, кто буряты или кто-то ещё по национальности? Конечно, нет. Это наша общая победа. И важен момент, что, несмотря на колоссальный прессинг и давление Объединённого Запада, мы видим, что семь президентов приехали чётко показать, что они рядом с нашим президентом, что они в сердце нашей столицы, столицы нашей большой родины, да, города-герои Москвы. И обратите внимание, президенты вместе прошли спокойно, пешком по Красной площади, мимо нас, да, мимо простых зрителей, которые просто хлопали, кричали слова приветствия, поздравляли, да. Это было единство. Рядом со мной сидели часть делегации из Казахстана, было много китайских товарищей, других людей, все те, кто в той войне победил и ковал эту победу на разных фронтах. Я не буду говорить, чья там заслуга больше или меньше, но мы прекрасно знаем, что Сталинградская битва, Курская битва и масса других сражений, основных, главных, и самых больших, и самых кровопролитных, были именно на Восточном фронте, были на территории Советского Союза, и именно советский русский солдат этой победой добивался. Очень важно обращение президента, поздравление президента, оно тоже достаточно короткое, да. Здесь, ну, сейчас идут боевые действия, сейчас не до больших пышных торжеств, именно поэтому все было четко и по делу. То есть, как я уже сказал, сначала прошли студенты, курсанты и кадеты, после них непосредственно прошли, прошел Т-34, затем часть легкой бронированной техники, то есть, начиная там от тигров, там, тайфунов и так далее. И закончилось все, естественно, С-400, как образцами того, что работает и в большом объеме поставляется и в армию, и непосредственно защищает нашу сегодняшнюю свободу, независимость и суверенитет Российской Федерации. И закончилось все Ярсом. То есть, это такой, знаете, большой, даже не намек, да, прямой отсыл к нашим врагам, к нашим врагам, которые, собственно говоря, тоже были названы, да. В обращении президента, в поздравлении президента прозвучали и США, и Британия, да, вот эти классические англосаксы, которые сегодня и мутят воду. И именно президент сказал о том, что Киев является разменной монетой в их руках. Именно президент сказал, что главная их цель – это уничтожение, разрушение России как государства, да, и разделение ее на маленькие там кусочки. То есть, все, что мы и так, скажем, знаем, чувствуем и обсуждаем на кухне, озвучивается президентом. Это очень важно, потому что сегодня мы говорим на одном языке, сегодня высшая верховная власть Российской Федерации, и мы простые люди, мы, скажем, наши сердца стучат в унисон, это без привлечения, да, это не какие-то громкие, пафосные слова, так есть. Сегодня все для фронта, все для победы, это абсолютно, ну, вот именно то, что в сердце каждого, да. Я вот успел тут буквально за очень быстрое время доехать на машине из Запорожжеской области в Москву, чтобы успеть на парад, буквально там за считанные минуты, да, забежал на Красную площадь, слава богу, успели, да, потому что очень важно было, чтобы мы, как запорожцы, были представлены на параде, чтобы мы, как представители не новых регионов, да, Владимир Владимирович уже говорил, что это не новые регионы, да, эти регионы всегда были в России, то есть, а представители исторической Таврии, там, или Новороссии, как раз передовой русского мира были здесь в сердце нашей столицы, нашего большого единого государства, и, естественно, могли друг друга поздравить, передать приветы и поздравления отсюда, да, потому что это очень важно, присутствие здесь. Торжество, когда наши враги были уверены, что они смогут уничтожить нас как народ, а получая все наоборот, мы выиграли, победили и стали еще сильнее после этой победы. И так после каждой победы мы становимся только сильнее, потому что мы народ-созидатель, мы народ-творец, мы непосредственно всегда создаем что-то новое, идем вперед, летим в космос и так далее. Это и есть естество русского человека, но если кто-то пытается нам помешать или с оружием идет к нам, естественно, от этого оружие погибает.